Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии 24 в студии Александр Зубехин. Здравствуйте! Страшная трагедия произошла в якутском селе Хаптагай Мегина-Кангаласского района Якутии в ночь на воскресенье. 4 марта Хаптагайскую участковую больницу поступили сразу 4 пациента с отравлением от угарного газа. Причиной отравления стал автомобиль, оставленный в гараже отцом семьи. Оборвались жизни двоих детей. А за жизнь третьего мальчика сейчас борются врачи. Накануне трагедии отец собирался с приятелем на рыбалку. Он оставил автомобиль друга в своем гараже, пристроенном к дому. Мужчины уехали, оставив машину на автозапуске. Однако, как установили следователи, после прогрева двигатель не отключился и угарный газ проник прямо в дом. 10-летний мальчик и его 14-летняя сестра погибли во сне. За речным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике Саха-Якутия с дислокацией в Мегина-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности двум лицам. По факту смерти детей в частном доме села Хаптагай. Мать семейства и младшего сына 8 лет с анрейсом привезли в Якутск. Здесь женщину удалось спасти, сейчас ее жизнь вне опасности. А состояние единственного выжившего ребенка, увы, пока не улучшается. Ребенок был вчера доставлен в педиатрический центр. Сегодня он находится у нас в реанимации педиатрического центра на аппарате искусственной вентиляции легких. И состояние его крайне тяжелое. В коме, как он поступил, так сегодня его состояние остается в коме. Пока никакой положительной динамики в отношении, допустим, выхода из комы и никаких признаков сознания ребенок пока не подает. В данное время следствие устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. Табун лошадей стал причиной ДТП. 4 марта в Амгинском районе на автодороге между селами Покровка и Балугур перевернулся автомобиль УАЗ. По предварительным данным установлено, что транспортным средством управлял 41-летний мужчина, который не выдержал безопасную скорость. В результате его машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась, а водитель получил различные переломы. Двое мужчин, которые также находились в автомобиле, не пострадали, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности. Освидетельствование не выявлено. У автомобилиста факт употребления алкогольных напитков. Один из пассажиров пояснил, что водитель съехал с дороги, чтобы избежать наезда на табун лошадей, который находился на дороге. В эти входные в Якутске произошло крупное ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Пострадавших нет. А в Якутске в ДТП пострадали бабушка и внучка. 3 марта в столице на перекрестке улиц Каландрашвили и Лермонтово 22-летний водитель автомашины «Тойота Ноах» совершил наезд на двух пешеходов. Женщину 58 лет и девочку 13 лет. Переходившие проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. В результате пешеходы получили ушибы тазобедренного и коленного сустава. В записи водителя следует, что он заметил данных пешеходов при повороте направо, пытался затормозить, вывернул руль влево во избежание дорожно-транспортного происшествия, но наезда избежать не удалось. Пройденное медосвидетельствование не выявило у водителя фактов употребления алкогольных напитков. По данному факту в госавтоинспекции города Якутска возбуждено административное расследование. Как украсть миллион? В Мирном менеджер по продажам одного из банков совершил хищение на сумму более 1 миллиона рублей. Интернет-магазин оказался подделкой. Жительница Алданского района Якутии попалась на уловки мошенников. Потерпевшая в одной из социальных сетей вступила в группу, где была размещена реклама о продаже детской одежды. Девушка заказала два детских платья, после чего ей сообщили реквизиты. Женщина перевела 2530 рублей со своей банковской карты и стала ожидать заказанный товар. Однако заказ не был доставлен в срок, а вскоре потерпевшая была удалена и заблокирована для переписки в данной группе. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка. Долги стали причиной кражи. В отдел полиции обратился житель города Якутска и сообщил, что в его гараже, расположенном в районе птицефабрики, была совершена кража строительных инструментов на сумму более 50 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 19-летний уроженец Хангаласского района. Молодой человек признался, что целенаправленно прибыл из города Покров для совершения имущественного преступления. Мотивом преступления послужил долг перед знакомым в размере около 10 тысяч рублей. Чтобы покрыть долг, молодой человек решил пойти легким путем и приступить закон. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Похищено, изъято и возвращено владельцу. Автомобиль как магазин. В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Алкоголь» был выявлен факт незаконной реализации алкоголя возле одного из жилых домов по улице Космонавтов. Из салона автомашины «Бутлегер» 33-летний уроженец Горного района было изъято 11 литров алкогольной продукции. Составлен административный протокол по статье 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Доверие стоит денег. В полицию обратилась жительница города Ленска с сообщением о хищении с принадлежащей ей банковской карты денежных средств в размере 5 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен 37-летний уроженец Сахалинской области, работающий на одном из предприятий города Ленска. В день совершения кражи в доме у потерпевшей находились гости, в том числе ранее незнакомый ей мужчина. В ходе распития спиртных напитков доверчивая девушка передала незнакомцу свою банковскую карту и назвала пин-код, чтобы он купил продукты. В первый раз он приобрел все необходимое и принес за столе. В течение вечера злоумышленник отправился в магазин во второй раз, уже с целью хищения денежных средств и снял в банкомате 5 тысяч рублей. Возвратившись обратно, он вернул банковскую карту. Потерпевшая обнаружила пропажу лишь на следующий день. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и кража, санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Такова хроника происшествий к этому часу. Удачи вам и будьте осторожны!